сегодня 11 июля вы смотрите черное море каждый день с вами снова я кто смотрел утренний ролик помнит какая погода была с утра и вот такое ясное небо и жара сегодня днем уже вечер уже попрохладнее сейчас я нахожусь на лысой горе и хочу вам показать дорогу в центру города вот начинал я от этого оранжевого дома свой маршрут туда вправо вверх идет дорога конечной остановки 44 сейчас мы пойдем с вами центр города и попутно я буду немного рассказывать о районе вот подходим и к знаковому месту этого района магазина если вы любому таксисту скажете что надо ехать на лысую гору он переспросит куда именно скажите картами сразу станет понятно вот там находится у нас квартал домов рио правее вот нужно набегать дублер курортного проспекта но я туда не пойду можно нам туда не надо там преимущественно застройка девятиэтажных домов какие-то с газом какие-то на электричество большинстве есть лифт где девять этажей где меньше лифта нету вот тоже домики рио прежние два там по дороге вверх еще дорога на остановку 44 маршрута тоже рио и вот периодически встречаются частный сектор изначально район лысой горы так называемый верх района светлана был хозяйственным в плане того что здесь выращивали арбузы но сейчас смотрите все домики дачные были проданы и на их месте были построены вот такие вот пяти девяти и трехэтажные дома потихонечку поднимаемся вверх это вот та дорога как идти например девяносто второго маршрута если вы не хотите на 44 есть дорога немного поровнее потому что 94 там прямо один большой резкий спуск все люди возвращаются домой там дальше прямо будет улица дмитриева здесь мы находимся в районе лысой горы вот видите какие дальше домики стояли через зелень если видно бывший дачный участок обратите внимание на панораму там видно дублер курортного проспекта прямо та гора это улица альпийская вот синие дома это альпика стоят вышка смотрите какой пейзаж на ущелье пластинки пойдемте дальше ну я пойду не как все ходят я пойду своим путями потому что мне нужно кратчайшим путем добраться в центру поэтому если вы первый раз будет здесь гулять то эта дорога вам не подойдет сейчас мы пройдем по тихим улочкам где нет машин просто домики вот смотрите тоже тут стоит четырехэтажный домик у людей тут своя парковочка и вам повезет если вы купите парковку вот с такой лягушкой потому что вы сможете беспрепятственно оставлять свой автомобиль вот это улица дмитриевый дом 30 насколько я здесь не ошибаюсь 30 б может быть 30 а это кирпичные дома старой застройки а вот раньше лысая гора была вот из таких домиков смотрите типичные садовые участки мы с вами сейчас пройдем дальше центр кратчайшей дорогой такое прям сочинское гетто ни один риэлтор вас здесь конечно же не поведет смотрите какая панорама вниз огороды сады жемчужина вторая строится сейчас мы как раз к ней будем спускаться вот нам надо будет идти вниз но я сейчас сделаю небольшую отсылочку сюда налево просто покажу интересный момент видите вот тут башню угадайте что это это у нас девятиэтажный жилой гараж то есть вот можете заметить гараж переделанный вот здесь три этажа как и везде а это прям вот доминанта города на лысой горе то есть вот это вот все желтое это квартал жилых гаражей как вообще допустили строительство такой девятиэтажки очень интересно ну вот пошли дальше виноградите красота у нас здесь здесь живут септанты туда не надо вот мы спускаемся по лесой горе смотрите вид на море а я телевышка впереди вот эта улица альпийская вот не знаю видите ли вы сейчас приближу вот эта башня в центре кадра это видовая башня она же кафе кому интересно посмотреть на вид с нее откройте мое новогоднее видео там будет будут салюты всего города ну как-то так и называется в общем просто новый год отмечал там очень классное место продолжаем дальше спускаться смотрите растет лаврушечка срываете и кладете в пельмешки себе прям с куста это инжир ягоды на нем пока он еще зеленые и поеденные бабочками кто-то что-то не достроил себе дорога конечно здесь ни разу не для автомобилей так что смотрите аккуратнее если будете снимать жилье в частном секторе на муцевере особенно по таким адресам тринадцатый пятнадцатый сюда вы не доберетесь на такси вас точно не повезут посредине этой горы где-то еще встречаются такие раритеты винограде конечно здесь поражают что это будет сентябре-октябре вот видите люди дают жилье жить в таком домике вот по такой горке ходить это конечно конечно это дешево будет с другой стороны должны понимать где вы будете жить в этом сюда можно приехать вот по этой нормальной ровной дороге и там у нас будет живой дом жемчужина идем дальше здесь еще более-менее нормальная дорога вот это вообще дом очень интересного архитектуры слепили из того что было просто куча мусора и железных листов деревяшек пластмасса труб не пойми чего там тоже домики частные сочи сдается все главное понять куда поселиться вообще район лысой горы достаточно хорошего то туда откуда я начинал свое видео там у нас есть несколько апартаментов которые мы сдаем точнее сказать это полноценные квартиры совсем необходимым пешочком спокойно можно дойти до моря как раз в процессе этого видео мы посмотрим сколько идти до центра города самым коротким путем это люди часто приезжают говорят да вот мы хотим сто метров от моря это за какие деньги вы хотите а мы хотим дешево такого сами понимаете не бывает даже в хостеле где-то в центре города будете платить от 800 рублей за койко место когда нам люди приезжают да за 2000 за двоих ну я не знаю что таким людям отвечать проще их отправить в хостел вы смотрите какая красота цветет давайте подойдем поближе адрес лысая гора дом 1 красота прям хочется сфотографировать ладно отвлеклись на цветочки возвращаемся итак смотрим лысая гора дом 1 и вот здесь вот лысая гора 1 дробь 6 тут девятиэтажный гараж у меня до сих пор сколько живу все до сих пор поражает как вообще люди живут а вот интересно тоже домик красивенький несколько этажей ну мы идем дальше такая вот лесенка и вот мы уже можно сказать внизу района светлана поэтому проходим квартал жилых гаражей смотрите какое гетто тут и там ну а куда деваться да недвижимость дорогая люди даже гаражи переоборудуют жилые помещения кто-то сделал один вход на втором этаже один на первом сам хозяин живет например на втором этаже а сдает первый этаж на постоянно посуточно неважно и вот мы подходим к такому новому красивому дому с пятерочкой внизу называется жека маэстро есть такой разноцветный зеленый желтый красный здесь ходят автобусы в центр там я показал где свернул то есть если вы прошли бы там прямо как раз у того девятиэтажного гаража могли бы сесть на 92 автобус он идет прямо дома майки он поехал дальше по дороге я все-таки иду в сторону своего дома ну и достаточно не быстрым шагом поэтому если вы хотите рассчитать расстояние до центра с лысой горы то вычтите еще минут пять потому что вот я удлиняю себе путь до курортного проспекта до перекрестка именно потому что мне надо домой идти какая старинка на грибоедово и красивые домики вот тоже жилой гараж переделанный гараж переделанный поджилой здесь вот детский садик эти фигурки кстати стырины с набережной они там раньше стояли до того как там построили эти сезон и вот эти ресторанчики у старого города если вы смотрите черное море каждый день вы понимаете о какой лестнице я каком месте я говорю где-то еще встречаются такие двухэтажные помпезные шаринные дома здесь вот садик в жилом доме на первом этаже идем мы с вами по улице грибоедово вот эта вся стена это все лаврушка так что если вы пойдете на рынок лаврушку можете не покупать просто можете нарвать по городу такие цветочки растут это мальвы да насколько я знаю мы с вами потихоньку спускаемся к величадинскому ручью заросли бамбука пальмы нависают над дорогой и вот эти дома стоят уже на улице джидитской то есть это уже если кто смотрел мой ролик про дед-то сочи он назывался про дорогу на светлану там как раз я шел вдоль этих домов то есть это уже низ светланы в этих домах достаточно высокие цены сейчас мы с вами спускаемся по лестнице к верещадинскому ручью собственно вот он мостик и вот он ручеек или как она называется еще речка верещадинка это та которая течет с соболевки кто-то вот такие домики дачные снимает кого-то и туалет на улице мы идем с вами как по дачам ну тут и раньше были дачи на самом деле все эти дома которые вы вот видите впереди вот эти высокие красивые это все были раньше дачные домики просто кто-то успешно сдавал их как говорится поливал свой домик и вот он вырос до такого размера вот у него тут есть террасы что хотите вот мы поднялись на улицу комсомольскую и двигаемся в сторону центра по правую сторону у нас улица короткая реально короткая метров наверно 100 150 а прям мы идем по комсомольской после его улицы грибоедово джидитская в общем самые престижные дома на светлане фактически улица комсомольская это тоже светлана хотя даже не могу сказать надо посмотреть по административному делению хостинский это район или центральный вот у кого-то дома в низине то есть видите сейчас идем по горе это вниз по страну со кто-то вверх только вот под дорогу тут разровняли конечно ходить здесь не очень удобно потому что нету пешеходных зон но с другой стороны если вы ищете прям эконом эконом то есть даже не квартиру а комнату но зато близко к центру и задешево это пожалуйста улица комсомольская если вы хотите хорошую квартиру и задешево то тогда звоните пишите мне потому что то место откуда мы начинали свой путь там можно за эти же деньги снять полноценную квартиру все ссылки у меня в описании мой телефон тоже в описании поэтому звоните пишите на счастье какой-то бабочки смотрите пожрали все деревья вроде сочи идет обработка но все же деревья не обработаешь правильно вот такие вот комнате сдаются наверное тысячи за две за три сутки сейчас в сезон с окнами на дорогу с общими удобствами такие вот дела вот на каждом заборе есть удается жилье отдыхающим вот мы вышли под кирпичный дом комсомольская 13 еще раз я сделаю отсылку к моему видео дед то сочи я как раз проходил вдоль этого дома ну вот с той стороны сейчас мы дойдем до туда и посмотрим растет слива кстати на деревьях сейчас июль месяц тут платан у них такой красавец растянулся здесь есть вот постел на комсомольской кому интересно вообще не представляю как люди живут в хостелах я зашел из жизни ночевал только один раз в хостеле и мне этого опыта хватило на то чтобы больше не делать таких глупостей вот так типичный советский дворик советской пятиэтажечки по левую сторону как видите частные домики растут вот так понимаю вообще изначально это не для дома была земля но люди то успел то сумел до и во время олимпиады построиться тот построился подстанции верещадинская еще раз я сделаю отсылку где-то сочи вот здесь я проходил вдоль этого дома с этой стороны обязательно посмотрите этот ролик и вот этот мост впереди это курортный проспект по левую сторону у нас район светланы мост заканчивается магазином перекресток а по правую сторону у нас центр и зимний театр мост как автомобильный так и пешеходный поэтому перемещение между этими двумя районами свободно не обязательно ходить теми тропами которыми хожу я вот как видите видите какие красивые домики это все гаражи бывшие гаражи типичные сочинские гаражи я бы даже так сказал там продам все что хочешь даже терраска есть самульская 1-2 вот я иногда задаю себе вопросом стал бы я здесь жить ну если бы я приехал сюда как курортник дней на пять ну возможно и да то есть тут можно ходить на море по ровной местности с другой стороны на перекресток чтобы попасть это нужно подняться вон туда даже не видите отсюда в общем наверх вот этого мостика забрал как было в одном из моих видео конечно тут есть пару магазинов аптек пивных кому-то этого достаточно наверно наверно тем кто дня на три приехал люди ходят с кругами по улице мы идем дальше к морю и тем более по этой дороге идет все автомобильное движение которое едет из центра на светлану потому что по курортному проспекту ездят только автобусы и вот мы с вами продвигаемся к знаменательной гостинице под названием жемчужина это на самом деле одна из таких гостиниц которые выделяются своим местоположением в лучшую сторону конечно внутри там в каких-то номерах совок в каких-то нормальный ремонт однако по локации именно для туриста то есть если вам нужно чисто проснулся вышел на море потом пошел поел в столовую из столовой вышел сел на экскурсионный автобус он тебя отвез это вообще прям самое замечательное место потому что самое близкое к морю самое ровное не надо ни в какую горку подниматься местоположение у жемчужины конечно шикарное в ее курортном понимание так сказать мы с вами пройдем через переход то есть главный вход он находится как раз вот над нашей головой сейчас однако и здесь тоже можно зайти внутрь гостиницы наверное какие-нибудь звезды чтобы их не полили когда они приезжают на кинотавр подъезжают сюда на своих мерседесах и вот через этот вход поднимаются вверх кстати там дальше проход к бассейну про бассейн вообще можно сказать отдельно в жемчужине но я всей информацией не владею могу только сказать то что слышал но это не точно как говорится что там он подогреваемый и с морской водой поэтому ко мне вопросы по правдивости этих слов не надо задавать а лучше посмотрите на официальном сайте вот мы подходим к морю и вот последняя лесенка и вот последняя лесенка и мы на набережной все Хотите налево, хотите направо, но я пошел в Старгруду, в своей любимой чешской пиловарне, в которой я был только один раз на самом деле. Смотрите, сколько людей плавает на садбордах. Эти штуки тоже можно взять в прокат, так что если есть желание, обязательно напишите, позвоните. Посмотрим, какая-то туча непонятная. Сегодня вообще по прогнозу обещали дождь ночью, но посмотрим, что будет. Главное, чтобы днем была хорошая погода. Жилые раки, морепродукты. Интересно только, из какого моря было навалено. Женщина любимая. В общем, на этом, я думаю, закончу свой репортаж. Обязательно смотрите Черное море каждый день. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно смотрите ежедневные выпуски. Всем пока! Всем пока!